Это очень условно, так же как и понятие счастья. Но стоит призадуматься, в 10 километрах, ну ладно, в 50, допустим, ближайший город, в Пиранце, в 59 километрах, самая счастливая страна. Да, вы можете спросить финновые, какие счастливые, они начнут жаловаться на жизнь. Хотя, казалось бы, и такие же географические условия, люди сейчас похожи друг на друга, тем не менее. Город был основан шведами в конце 13 века, это 1293 год. В этом году Выборгу исполняется 726 лет. За это время здесь пронеслось, если так подсчитать, примерно 100 сражений. Представьте себе. Удивительно, что город не менял своего названия Выборг по-старошведски «Святая крепость». По-фински звучит «Випурин», то же самое, ну, другая фонетика могла бы сказать «Тервитула Випурин». Добро пожаловать в Выборге. Кстати, есть город Выборг в Дании, пишется через «и» Виборг. Раньше почтовики путались и могла корреспонденция уйти в другую страну. И в штате Южная Дакота тоже есть Выборг, выходцы из Дании его там основали. Город принадлежал разным государствам. Постепенно страница истории, но очень кратко я буду вам перелистывать, что называется. А сейчас я попрошу посмотреть на наш замечательный вокзал. Вы сейчас прошли через турникет. Я думаю, вы не обратили внимания ни на потолок, ни на эмблематику. Будете возвращаться, разглядите. Вот. Единственное здание в стиле большой ампир или большой стиль, вот этот саинский стиль, монументальный, это вот здание вокзала. Больше у нас подобный стиль не обнаружен. А в других местах, ну, от Петербурга, целый там Московский проспект, целые кварталы. Но это третий вокзал. Первый не будем вспоминать, это была такая простая достаточно постройка. А вот второй строился в начале прошлого века, в 1913 году, выдающимися архитекторами Германом Дизельюсом и Лиэлем Сааринином, одновременно с Хельсинским. Я думаю, некоторые из вас были там. И помнят этот вокзал величественный в стиле северный, модерный. Вот у нас был примерно такой же. Так вот, Хельсинский вокзал признан самым красивым в Европе. Спросите, а где же он? Он был взорван нашими войсками в августе 1941 года. Это вот событие 20 века. Зимняя война, потом война, продолжение. Тоже буду возвращаться к этим страницам. И вот в августе 1941 года, когда наши отступали, и вокзал взорвали, ну, это стратегия войны, это важный объект, и остались только руины. Правда, осталось несколько мишек, их было четыре, и мы с одним из них познакомимся. От прежнего вокзала сохранилась часть багажного отделения, второе двухэтажное зеленое здание, там в сторону Питера, красным гранитом облицованное здание. Совершенно оно сильно резко отличается, вот то, что сохранилось. Ну, вот гранитная середина. Это местный гранит, рапа Киви, гнилой камень Киви, пофинский камень. Вот посмотрите, пожалуйста, на знак города, буква W. Некоторые думают, что это реклама Volkswagen. Да, с этой буквы начинается написание по старошведски выборг, а по-фински пишется с простой буквой В. Мы сейчас пойдем по Ленинградскому проспекту. Понятное дело, что здесь все улицы переименованы. Одна из улиц до восьми раз переименовалась, мы по ней будем основательно гулять. И вот буквально уже неделю назад у нас была реконструкция событий. В общем, шли военные действия, играли в войну. Неоднозначно было это все воспринято общественностью. Вспоминали 44-й год, когда 75 лет назад финны в очередной раз покинули этот город. Вот Ленинградский проспект. Переворачально он назывался Александрин Кату. В честь Александра Первого Кату по Финской улице. В 18-м году, когда финны получили независимость, они назвали ее Карельской улицей. В 40-е годы в припадке патриотизма Маннергейм Кату. У нас Ленинградский проспект, Московский проспект. А у вас в Петербурге есть Выборгское шоссе, Выборгское метро и что-то еще. А, Красный Выборжец. Предприятие, название которого мы всегда ссылаемся, когда нас спрашивают. Как вас называть? Жители Выборга. Выборчане, что ли? Выборжцы, либо выборжане. Обе нормы литературные. Мы говорим, вот видите, выборжец. Никто из местных так не говорит, говорит, я выборжанин. Хотя более такая изысканная, что ли, именно выборжец, выборжцы. У нас две газеты. Одна считает, что мы выборжане, другая, что мы выборжцы. Сейчас мы переместимся в другую точку, но когда мы пройдем мин вот того белого здания, обратите на него внимание, я сейчас о нем расскажу. Это первый автовокзал в Скандинавии, построенный у нас здесь до войны. Стиль, конструктивизм или функционализм – это синонимы. И, казалось бы, что в этом здании такого, почему я считаю шедевром конструктивизма. Четкая геометрия, белая архитектура. Все очень функционально, ничего лишнего. Финно-отсервного модерна перешли к функционализму. И здесь вот этот стиль представлен очень объемно. Причем тут случись, что это все постройки до войны, то есть имеется в виду до финской войны в основном. Но сейчас, друзья, переходим вот эту не очень красивую площадь, потому что здесь освобождение транспорта, и окажемся на набережной. На первый в Скандинавии автовокзал. В стиле конструктивизма. Это морской водой. Краснодар. Субтитры делал DimaTorzok 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 и есть в Тамуре музей Ленин и вот дружат очень тесно так вот Ленин в Выборге проводил достаточно много времени вот гостиница на углу будет здесь он с Крупской проживал в 1906 году были здесь явочные квартиры где он под видом простого раба он менял обличия парики, имена было много псевдонимов здесь Корейский перешей был опутан сетью конспиративных квартир для нелегальной работы приходится удивляться что на Корейской перешейке все эти большевики, революционеры подпорщики были в безопасности и царская охранка сюда как-то особенно не наблюдала за ними вот и финляндский сейф видя, что у нас такие события в России приняло решение просить Ленина о независимости и он подписал указ о независимости Финляндии вот представьте, надо задумайтесь 31 декабря с 15 минут 12 ночи то есть 1 января 2018 года Финны впервые проснулись в отдельном независимом государстве то они подчинялись шведам то российскому императору и тут независимость и тут началось ну, гражданская война прежде всего шла она с января по май но было очень много кровавых событий начался настоящий геноцид русских русских просто расстреливали по национальному признаку уводили ванинское укрепление это замка и там выпали с пулеметом просто уничтожили цифры путаются ну, около тысячи, может быть население мужского самых разных возрастов социального положения и началось переименование во всех времена у всех народов отходят тоже память убирают переименовывают улицы и началась как бы новая страница в жизни этих мест в том числе Выборга Выборг изначально был вторым по значимости городом после Хельсинки самым крупным так сказать культурная столица как Москва Петербург как такой связки Хельсинки и Выборг кстати Петербург в 19 веке называли самым крупным финским городом почему дело в том что в 19 веке в столицу Российской империи ну всегда же в столицу люди стремятся очень много финнов ушло в поисках личного счастья и заработков ну вот вспомнить есть и преступление и наказание Достоевского там под топор Раскольникова попала чихонка Лизавета безропотное совершенно существо которое рожало детей непонятно от кого издавал их воспитательный дом но так вот мелько проходит этот образ ну понятно что вот финка и вот на самой нижней ступени социально стояла она к концу 19 века картина несколько меняется уже подтягиваются финны с образованием в Петербурге многие получают образование вот и например в юрвелирных мастерских Фаберже три четверти работников оказались финны половина руководящего состава мастера тоже финны отвечали с трудолюбием честностью ну и так далее вот значит сейчас мы с вами пройдем по набережной и увидите лодки его в другом ракурсе можно сфотографировать остановка будет вот там у якорей а сейчас мы просто идем millennium шоссе к первым нет он война и на ок вообще но нет нач у R в о в Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друзья, ну вот борская символика, не случайно, город у моря, портовый, и градообразующим предприятием у нас является судостроительный завод В прошлом году было объявлено, что он чемпион отрасли, сейчас оказывается вот такие гордые звания чемпион отрасли дают Наш завод в 90-е годы чуть было не закрылся, хотел сказать загнулся, думали, он сократил число работников, зарплату не выплачивал, думаю, все, не выживет А он выжил и даже, вот видите, как восстановился Что там делают? Ледоколы, атомоходы, которые пробивают толщину льда до 2,5 метров, уже штук 7 спущено на воду, грозят просторы Антарктики И делают шельфы, платформы для добычи нефти, заказы Норвегии, последний заказ-то большой траулер, рыболовное судно, ну и по мелочи что-то Сейчас он скоперировался с Хельсинской судоверфью, это взаимовыгодное сотрудничество Ну кроме судостроительного у нас еще 16 предприятий средней руки, гораздо меньше и около тысячи предприятий малого бизнеса Ну как и везде, то есть нельзя сказать, что город уж совсем депрессии в такой, хотя у нас зарплаты гораздо ниже, чем в столице Вот, но тем не менее, и вот то, что вы сегодня заказали экскурсию, купите какой-нибудь пирожок, крендель, это значит вы протянете руку помощи нашему малому бизнесу Вот, рынок сейчас, вы видите, какая там жизнь кипит Мы сейчас идем по набережной 40-летия в ЛКСМ Что такое ВЛКСМ, сейчас молодежь не знает, хотела спросить кого-нибудь В ЛКСМ, да Всесоюзная Ленинская Коммунистическая Комсомолка Спасибо большое, ну в общем вы отчитались, за молодежь не стыдно А то обычно, да, говоришь, ну комсомол, а комсомол сейчас сложнее И вот здесь вот здание, ну это вот современное, которое тоже в стиле функционализм, вот четкой геометрии, леточные окна У нас так стали строить 70-е годы, афины еще до войны, как я уже говорила Сейчас, через 5 минут мы окажемся буквально в центре, это наша рыночная площадь, там я продолжу рассказывать За мной, пожалуйста Давайте пойдем по этой прекрасной аллее Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кошек, ну кошек, кто их не любит Как Бродский писал, что у кошек нет ни одного некрасивого движения Можно эту тему дальше развивать Кошки спасают выборг от холеры и чумы, мы иногда шутим У нас много руин, развалин, подвалов, и там бы расплодились всякие крысы, а их кошки держат под контролем Уничтожают, да Уничтожают, да Продолжение следует... 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 дерева и окажемся между двух храмов. А сюда мы еще вернемся. Пожалуйста, за мной. Продолжение следует... Пожалуйста, здесь делаем небольшую остановку. Обратите внимание на это угловое здание. Это столичный формат. Я забыла сказать, что население Выборги 76 тысяч. Мало, да? Так называемый малый город России. Но у него еще есть статус «Исторический город» и еще есть статус «Город воинской славы». Архитектор из Хельсинки Вальдемар Аспелин, автор этого здания. Посмотрите, сколько здесь пафоса. Наверху герб Выборга и буква «В». Грифоны, крылатые львы, хранители богатств. Посмотрите, какие окна. Стихно, рейтинское балансо. Для маленького города это столичный формат. Это вообще здание. Соседки Выборгу. Такие есть, не отличаются подобные. Но вряд ли. К нему примыкает двухэтажное здание в стиле неоренессанса. Архитектор Иханин тоже удивительное. Сейчас выставлено на продажу. Но вот тут угловое здание тоже здание банка. Посередине еще есть несколько банков. И вот эта центральная улица наша, это как бы финансовая артерия. Вот и променад здесь в виде аллеи липовой. И можно сравнить с деловой частью Сити в Лондоне, например. Тоже деловая часть. Ну а мы с вами сейчас пройдем мимо пробкового дерева. До чего пройдем мимо. Давайте подойдем к нему. Вот здесь вакански. Когда-то здесь было два пробковых дерева. Вот одного остался пенек. Вон там торчит. Во время грозы погибло это дерево. Ему было более 150 лет. У местного селекционера нашли саженец. И он прижился здесь. Посмотрите, какая великолепная листва. Это вообще-то экзот растения субтропиков. Пробковое дерево или амурский бар. У нее такое название. Почему оградка? Понятно. Потому что дотягивается ручонка. Вон уже ковыряли уже не раз. Да, не верят, что пробковая. Но за 100 лет нарастает только 6 сантиметров пробки. Вот как тебя зовут, скажи, пожалуйста. Как? Полина. Полина. Вот Полина. Ну и дай бог, что все мы увидели. Когда появится вот эта пробковая карат. Вот здесь черемуха макка, далекарлийская береза. То есть редчайшие породы деревьев произрастают. Ну а мы сейчас подойдем к храму кирки Петра и Павла. Кирки Петра и Петра. Друзья, ну вот здесь у нас каскад площади. Рыночная площадь. Мы находимся на парадной или пионерской. Следующая соборная или театральная. Тоже везде двойные названия, потому что связанных историй их нет. Перед вами кирка или собор ветеранский святых Петра и Павла. Это конец 18 века. Архитектор Йоганн Брокман и Юрий Хельдер. Обратите внимание на входную дверь из Архангельского дуба. Вот из чего нужно делать двери с 18 века. Ну не как новые, но крепкие, достойные. Когда-то здесь был самый большой орган в Скандинавии на 40 регистров, как двухэтажный дом. Но после войны в 1944 году здесь устроили клуб моряков, танцы, кино. Орган исчез, его растащили, непонятно для чего. И только восстановлен был храм для службы в 90-е годы. И здесь появился орган подарок финского города Микеле. Правда, небольшой на 10 регистров, но приличный инструмент. Единственный орган в Ленинградской области у нас в Выборге. И вот, пожалуйста, здесь очередной концерт. Органная музыка здесь будет звучать, другие инструменты. Здесь очень часто выступают разные коллективы. И когда кинофестиваль, у нас здесь обязательно что-нибудь происходит. Посмотрите, пожалуйста, на этот памятник. Это Микаэль Агрикола. Иногда говорят Агрикола, но правильнее Агрикола. Останавливаемся. Это финский просветитель, столболожник финской письменности. Он родился, это более 500 лет назад, в 1510 году. И то дата неточная, месяц неизвестен под Выборгом. И умер на пути из Москвы с миссией. Возвращался дипломатически на берегу Приморска нынешнего. Там крест установлен, могила его не найдена. Посмотрите, какое благородное лицо. Он здесь изображен в церковном облачении с раскрытой книгой. Он был учеником Лютера в Германии. И здесь при шведах было католичество. Но вот Лютер здесь стал проводить реформу церковную. Вернее, проводником его идей стал как раз Агрикола. Агрикола – это его псевдоним или ник в переводе земледелец, пахарь. Ну, пахарь на ниве просвещения. Нужно было переводить церковные книги. Афинского письменного ведь не было до 16 века. И Агрикола взял за основу латинский алфавит и еще придумал 600 слов, три четверти которых используются по сей день. Я вот обращаю внимание на финский язык, потому что кое-где вы в Выборге увидите в современных магазинах вывески на финском языке. И речь будет на рынке постоянно звучать. И для местных жителей финский язык, ну, как-то близок. Тем более люди ездят к соседям. Активно стали учить в 90-е годы финские. Первая фраза, которую выучили – это дорого, хочу дешевле. Но финны тоже самые по-русски выучили. То есть все одинаково, можно сказать. Да, есть несколько таких занятных фактов, связанных с финским языком. Ну, вот есть такой автор фэнтези Толкиен, и там у него всякие эльфы говорят на каком-то своем языке, эльфы Квенья. Так вот, это финский на самом деле язык, потому что Толкиен захотел прочитать Калевалу в подлиннике, выучил финский язык, так его полюбил. Ну, и эльфы у него говорят фактически по-фински. И тут еще одна занятная история. Напечатано финских журналов, но никто не знает, правда это или нет, потому что дело происходит в Восточном Тиморе. Где Восточный Тимор, ну, никто не знает, какие-то острова, где Индонезия, наверное, многие не слышали о таком государстве, которое образовалось, там какие-то перевороты были. И там 18 языков государственных, все перегрызлись между собой такой взять заглавный, и решили взять нейтральный. И выбрали именно финский язык, и якобы 200 тысяч учебников финского языка туда отправили, закупив. И, значит, финский язык будет языком межнационального общения. Да. Ну вот, этот памятник тоже перенесен из другого места. Я не буду углубляться в нашу историю. Если хотите подробнее узнать о Зимней войне, то вам вот за этот забор, страшный забор, большая территория, 2,5 гектара в центре города. Когда-то она была закрыта, территория принадлежала Министерству обороны. И помните, может быть, что город был закрытым приграничным, сюда только по пропускам до 70-х годов можно было попасть. Вот. Ну, постепенно войска стали выводить. С соседями у нас хорошие отношения. И опустела и эту территорию. А там казарма 18 века. Там стоит самолет-истребитель МиГ-19. И сейчас это частный музей Баира и Ренчеева. Это очень известная история. 5 лет уже этот музей существует. Работает только по выходным, потому что он его содержит на свои средства. Кстати, он проводит экскурсию по линиям Энергейма. В общем, такой военный историк. Чезвычайно авторитетно выступает даже по центральному телевидению. Да. И там можно узнать подробности Зимней войны, какие-то детали. Ну, Зимняя война началась 30 ноября 1939 года. Длилась 105 дней. Вот эту зиму страшную. Именно финну ее назвали зимней. Правильно называть советско-финляндской. Не финская, а финляндская. Вот. И на 15 месяцев границы были отодвинуты. Вот как сейчас они на карте. Вот. На 15 месяцев. И финское население все покинуло этот город, эти места, все эти поселочки, маленькие городки опустили. И были заселены наскоро жителями самых разных областей нашей родины СССР. Вот. Но через 15 месяцев финны сюда вернулись. Теперь уже наши ушли. И вот при отступлении взорвали вокзал, я о нем рассказывала. И заложили примерно 40 радиофугасных мин. Тоже цифры разные называют. Точно никто не знает сколько. Для того, чтобы взорвать город. Он бы превратился полностью в руины. Но финские разведчики, а вот эта война продолжения, как ее финны называют, они, у них был очень схвачен радиоперехват. Вот. Они все донесения наши военные, они все расшифровывали. И они знали, на какой волне будет запущен радиосигнал. Сейчас по телефону взрывают, вы знаете, террористы. Вот. И именно на этой волне в эфир запустили всякие яркие полька. Карелло-финская полька. Веселая музыка. Вы ее знаете, ее в музыкальных школах играют на баянах. Вот. Она звучала без перерыва полторы тысячи раз, без единой паузы. Несколько было проигрывателей. Потому что трое суток звучала музыка, пластинки стирались. На радио звонили. Какой идиот заказывает одну и ту же музыку, что там у вас произошло, вы спите. За это время город был разминирован. Полька спасла Выборг. Представляете, какой сюжет. Хотели эту польку даже сделать гимном Выборга. Но тут такая история, знаете, как бы не совсем в нашу пользу. Вот. У нас есть другой гимн. Да. И вот один из мишек, который с вокзала уцелел. Вот сейчас вы его увидите. Вот там сейчас толпа стоит. Но я еще немножечко отвлекусь. Там занята эта точка. Вам на солнце... Нормально. Нормально? Вот. Ну вот я уже говорила. Сааренин имя. Элиэль Сааренин и Герман Гизелиус. Ну Гизелиус рано умер. А Сааренин в 1924 году эмигрировал в США. И там, если посмотрите в Википедии, написано о нем. Американский архитектор финского происхождения. Американцы его себе присвоили. Чикаго, Детройте. Значит, целые кварталы современные, промышленная архитектура. Это все он. А его сын Элиэль Сааренин был главным архитектором штата Милоки. И автор самого высокого в мире памятника. Какой самый высокий в мире памятник? Вы, может быть, сейчас уже выше появились. В Сиэтле над Миссисипи. 92 метра. Очень простая конструкция. Вот такие две дуги, не смыкающиеся. Вот, пожалуйста, это он. Я отвлеклась немножечко, чтобы показать, как архитектура шагает по континентам, связывая народы. Вот Сааренин, оказывается, здесь у нас, и в Соединенных Штатах. И у нас есть еще один шедевр. Правда, он в стороне остается. Это нужно отдельно ехать. Это библиотека Альвара Аалто. А Аалто – это архитектор, это фамилия. Кстати, переводится как слово «волна». Так вот, эта библиотека входит в десятку самых знаменитых библиотек мира, всех времен и народов. Аалто входит в пятерку самых великих архитекторов 20 века. А это библиотека – единственное его творение. Но, опять же, скажете, рейтинги, они условны. Конечно, это понятно, здесь такое оценочное суждение. Но, тем не менее, библиотека, замок и монрепо – три объекта мирового уровня. Сейчас мы перейдем на следующую улицу, пройдем мимо Мишли. Потом вот... Ну, что это? Вот это что это? Думаю, мне речь в полосах. Это провода, чтобы на ветру не раскачивались и не порвались. Никаких проводов не висит. Как? Нет, нет, на проводах у меня. Это груз на проводах. А? Груз на проводах. Так как повод в ней висит? Нет. Ну, ты не видишь этот провод, там есть. Думаешь, там на что заполасит? Какая-то. Груз. Это чтобы от ветра... Так, давайте, слушай, где запихнула поближе к миру. Смотрите. Ну, погода замечательная. Никто не холодно, не жарко. А, вот еще какая-то площадь. Я здесь не был на этой площади никогда. Как, под углом площадь. Очень похоже на Хельсинки где-то. Памятник Александру Первому. Мы с вами на самой первой улице нашего города, на самой старой. Это улица Крепахстанная. Она идет параллельно проспекту Ленина, но длиннее, 3 километра. Это туристическая ось. Она 8 раз меняла свое название. Первоначально последствия называлась Овергаденст, верхняя улица, средняя улица, честь королевок Кристины, королевская и так далее, и так далее. Здесь соборная площадь и театральная. Дело в том, что вот за этим зданием и театром. Здесь на Крепахстане был театр. И первый театр в Финляндии был открыт именно в Выборге. Это 1832 годов. К сожалению, бомба попала во время войны. И там сейчас зеленая площадка, газон, театра нет. Но у нас есть свой театр, называется «Светая крепость». Очень хороший, получивший несколько золотых масок, золотых софитов. Вот знаменитый наш театр. Но маленький. Сейчас заложен проект большого театра. И здесь, посмотрите, храм православный. Это Спасо-Преображенский собор. Тоже конец XVIII века, как и Литеранский собор. Они даже сейчас и в цвете одинаково. Ну, иногда его голубой перекрашивают. Архитектор Николай Александрович Львов. Это, можно сказать, подарок Екатерины Великой. Она была здесь дважды. И как приедет на несколько часов, обязательно город чем-то и отдалит. Вот сказали, храма нет, она выделила средства. В другой раз она колокол подарила на часовую башню. Пойдем скоро мимо. Этот храм все время работал. Никогда не закрывался. Вот то голубое здание двухэтажное. Это резиденция принца. Фридриха Ютьеперского. Именно Екатерина его назначила. На местниках, фактически губернатора. Именно Фридрих Ютьеперский придумал название парку Мон-Репо. Там было модно в 18 веке. И вот сейчас, вы, наверное, знаете, где расположен МОК, Международный Олимпийский комитет в Лозанне, Швейцарии. И там есть местечко, называется Мон-Репо. Так вот, когда он попал в Европу, он в память об этом Мон-Репо основал там резиденцию. На главе Мон-Репо. И в Женере есть парка Мон-Репо. Да. Чуть вот, если пройдете, сделайте несколько шагов. Желтое двухэтажное здание. Это здание ГОК-Иринта. Вышел. 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 В том числе вот этот надворный суд. И президентом ГОК-Иринта был дед Карла Густава Мон-Репо. Тоже Карл Густав. И это шведское происхождение, семья. У всех по мужской линии, да и по женской по нескольку имен вы знаете. И обязательно Карл Густав. И поэтому, если в документах встречается, нужно еще думать, какой Карл Густав. Вот этот или какой-то другой. Так вот, этот Карл Густав был еще этномологом. И собрал коллекцию насекомых сто тысяч экспонатов, экземпляров. Вот даже в Голдове как можно набрать здесь сто тысяч этих самых насекомых разных видов. Так вот, эта коллекция сохранена до сих пор, находится в Швеции в музее Карла Линнея. Если кто хочет попасть в наш Эрмитаж, это потрясающее место, одно из самых красивых. Это вот пройти вот по этой дорожке, по диагонали за голубое здание, там вашему взору откроется просто невиданное чудо. Но мы не можем все охватить в одной экскурсии, потому что у нас 300 объектов удобного наследия. Это как Питер, посмотреть за полтора часа. Это, конечно, в 10 раз меньше, но все равно времени не хватит. Мы сейчас пройдем просто к тому же шелкому трамвайчику, пожалуйста. А, минуту, сколько. А, я и в шелк, как будто. Вот я посмотрела на кинофестивале, и вот на кинофестивале как раз изображения горожала. Основатели этого кинофестиваля были Марлен Куциев, Савва Кулиш, Тривердиев, Микаэль, Станислав Ростовский. Сейчас живых нет никого. Вот, Ростовский, кстати, последние 20 лет жизни провел под Выборгом. Объявил, что он рыбак, а не кинематографист, не кинорегистер, но там он укавил. Купил маленький домик, жил на природе со своей семьей, женой Ниной Мельчиковой. Ну, знаете, и сын Андрей Ростовский погиб на съемках. А Ростовский умер, когда ехал на открытие кинофестиваля. Он был за рулем, но успел притороседечный приступ, и он скончался в машине, но успел остановить ее. Вот. Многие из звезд, имена которых здесь увековечены по голливудской моде, да еще с отпечатками рук, уже их нет в живых, все они были здесь неоднократно. Например, Людмила Горченко за полгода до смерти, Станислав Говорухин каждый год приезжал. Был у нас и Жерар Департье, да, Шиштов Замоси, польский режиссер. Жерара Департье, очень его полюбили, такой обаятельный. Сейчас, мы тоже будем стык-то поляркнуть. Давай. Как эта улица называется? Крепоставь. Посмотри, как в Эстонии, да, вот такая вот. Я имею в виду вот это, да, вот похоже на Таин? Не тот, вот там, думаешь, я имею в виду, как там. Нужно зайки, а аэлементарк. Сделано в том, что трамвайное движение выбор не появилось в 1912 году. В 1957 в советское время уже убрали рельсы, и движение это закрыли. К сожалению, жители, есть общество, выборский трамвай, есть несколько книжек, так называется, выборский трамвай. Один швед презентовал вот такой толстенный топ. Ну, там все, вот буквально от и до про историю вообще трамвая в целом и выборского участка. Мы к вагончику закатываем в Хельсинки вот такие желтые вагончики бедали по улицам. И вот посмотрите, на трех языках, шведском, физском и русском, как и было принято и положено, название Стах. Вот здесь мальчик, у него пакет, у него как сейчас новое слово, тогда его и использовали. Перед вами добрый кондуктор. Не знаю, бывают ли они такие добрые. И народ удивился сходству этого кондуктора с Никитой Михалковым. Кто-то говорит, на Сталина похож, кто-то говорит, на моего дядю, на чьего-то там. Вот. На открытии был губернатор наш, Дрозденко, и народ стал хвататься за нос этого кондуктора, ну, как язычники, обязательно нужно что-то вот коснуться к чему-то святому. А он сказал, да уж давайте пуговицу. И вот там уже и пуговицу натерли. Так что, можете сфотографироваться с ним, потрогать пуговицу. в свободное время здесь выпить можно чашку кофе, какао, в общем, тут копынь большая. Так, пойдемте. Сейчас мы движемся в другой бассейн. Сейчас. Мы еще отдельно пофотографировались. Погоди. Это сейчас единый ролик. Машина идет. Да, все не подтянулись. Пойдем познакомиться с тюлью. Пойдем. Пойдем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы с вами у круглой башни, так называемой. Ее еще называют Толстой Катериной, но это название не прижилось. Это памятник шведского периода, 1550 год. Архитектор Ганс фон Берген. Кто бывал в Таллине, может быть помнит, там есть толстая Маргарита, и она очень похожа на нашу толстую Катерину. Удивляются, ничего себе такое сходство. Так и там тоже Ганс фон Берген строил ту толстую Маргариту. Мы зайдем внутрь, скоро, но несколько минут еще здесь. Диаметры 22 метра, она не очень высокая. И вот архитектор Аспелин, который построил вот это великолепное здание банка, развернул компанию 20-е годы прошлого века, по сносу круглой башни писал, что она как бельмо на глазу закрывает вид на его шикарные здания, на его фасад. Хорошо, что не снесли эту башню, и это осталось памятником фортификации. Вот видите, прибавляется финских автобусов, оживление на площади, скоро она полностью заполнится торговыми рядами. Здесь будет много всяких поделок, льна, финны, лен покупают у нас километрами, можно сказать. Так вот, судьба этой круглой башни. Финны придумали устроить здесь ресторан, такой модный ресторан, стильный, где официанты были в костюмах почти средневековых местных. Была эпоха сухого закона, и не разрешалось подавать спиртное, и официанты спрашивали, вам чаю покрепче? Если покрепче, соответственно, наливали другого. И вот пришел один господин, попросил чаю, официант перепутал, налил ему покрепче, тот отхлебнул, страшно возмутился. И вот полицейский участок был как раз вот здесь напротив. Привел полицейского, ну, официанты уже поменяли чашки, и тот говорит, вот здесь, значит, меня хотели напоить. Полицейский отхлебнул, попробовал, говорит, это чай, а от вас пахнет спиртным, вы арестованы, отвел его в участок. Мы сейчас зайдем сюда, чтобы посмотреть фреск. Продолжение следует... Продолжение следует... Заходите быстренько, проход оставляйте свободным, проход на лестницу. Вот посмотрите, где мы с вами находимся. Вот круглая башня. И вот как выглядело это все в 17 веке. Эта круглая башня была частью рогатой крепости. Рогатая называлась крепость, потому что было два струбольных бастиона, как дворога. Так вот, никаких стен уже нет. Их разобрали уже и в 17 веке, стали разбирать, потому что уже никакой роли заградительной они не исполняли, разрушались. А круглая башня осталась, ратушная осталась. Мы с вами пойдем в эту часть города. Вот здесь у нас закончится экскурсия перед замковым островом. Ну и здесь можно почувствовать атмосферу средневекового строения. Толстые стены, внизу до трех метров толщина, ощущение такой безопасности. Здесь можно авианалет пережить. Окна маленькие, но сейчас стекло. Раньше стекло было дорого, его практически не было. Здесь вот алебарды, свиняковое оружие, такая вот железяка. Я уже говорила, что доспехи рыцаря весили до 90 килограммов, что самостоятельно на лошадь не мог сесть. Было специальное устройство для подъема. Лошадь тоже была вся в металле, то есть он как там двигался. И если вдруг случайно упадет, споткнется, да мало ли что, то товарищи поднимались, самостоятельно рыцарь не мог подняться. Ну вот это ужас. Посмотрите в жару, в таких доспехах. Ну вот кто захочет, если на рыцарский турнир приедет, то он увидит эту картину. Потому что сейчас реконструкция моди и рыцари появились у нас. Так, все выходим, друзья. Мы сейчас отправимся в лавку рыжематки, где нас уже заждались. Это по пути. На несколько минут. Вон сегодня утром, если у меня ночью проснулся, он только на моей кровати. Выходим, вот вот так. Идем сейчас. То есть мы наверх поднимемся, и идем прямо. Идите, как мне дала, сказал Белла, что по-эфийски это очень друг. Не дать я так сильно звонить, звонить, потому что я тебе призвонила на экскурсию. Ну, потом в рюкзак упал. Вот был полицейский, был шелк, сейчас где-то этого арестовали. Смотри, такие улочки. Вот житель выбор, видишь, какие очаровательные. Вот как. Но такого вообще нигде в России нет. Подъемки. Да, да, да. Очаровательные. Вот сейчас пойдем по улице Красноармейская. Следующая Красноплоская, такие вот, биотические названия. Так вот, Красноармейского кинулась была в улице Чёрных Братьев, а Красноплоская улица Серых Братьев. Чёрные Братья – это доминиканцы. Это католический был орден в Средние века. Серые Братья – францисканцы. Эти ребята ходили в серых хламидах, в таких вот. И наш ориентир – лафка-рыжеладки. Видите, флаг висит? Вот там, говорящий кофе, взятие-радеса. Помещение небольшое, но зашел и выше. Там можно купить среди, кстати, самые низкие цены. Именно здесь, ближе к самому, цены будут зарастать на 100 градусов. Вот, и кофе также по 40 рублей заварной самый такой вот… А, ну, можно потом дать. Классический участник кофе. Ну, и сувениры, естественно, всевозможные. Весы, видны, что вам они дают. Ну, мы сейчас посмотрим. Здесь была декламированная обстановка на кофе. Лафка-рыжеладки, смотри, средневековая вот такая, тканевая. Риска. Да, милый генерал, вы какими-то рассказали? Ага. А тогда гости сначала заходят, а потом я к вам выйду и расскажу. Историю. Мне Селкин оставишь? А, здесь Олкин, Зинист, оставлял ли к сожалению, гене, что нибудь? Ма, я соображаю. Можно, можно… И напомню. Это здесь кренделя будут? Садишься? А resid 딱! Здесь, видите ли, так, fique чего сильно. Проходите. Всё, что здесь продается. А кренделя здесь будут? Один здесь. Кренделя здесь на бумажные здравarel. Очень интересно Так, ну где? Так, чтобы все Меня смогли услышать Гости дорогие, которые прошли Вернитесь сюда Выборский крендель Выборский крендель принесли В наш город Транцисканские монахи еще в средние века Транцисканский монастырь Стоял отсюда неподалеку На улице Прогонной Вы судя по всему по ней пойдете потом дальше Дмила Евгеньевна вам покажет Где он был Они выраивали Характерен он был тем, что В крендель добавляли достаточно большое количество пряностей Как привозных, так и тех Которые францисканские монахи выращивали во дворике своего монастыря Самое, наверное, опознаваемое в кренделе Это вот этот узелок, который посерединочке Версий, почему вот он Форма у кренделя именно такая Достаточно много От забавных до более-менее реальных Наверное, самые реальные признают Собственно говоря, вот так вот сложенные Руки монахов-францисканцев На груди Во время молитвы Когда случилась реформация И католиков отсюда из Выборга Выгоняли Эти добрые люди Тихаря продали рецепт кренделя Который не сообщался никому Зулкинским семьям Напоминаю Крендель один, рецепт один Семьи две Проданы было тихаря одним и другим Что в общем и целом Спровоцировало на ближайшие почти сто лет Бизнес войну Которая в городе И вообще в баналах В исторических фактах города Осталась как крендельная война То бишь, следующие сто лет Два этих фенских семейства Углавляемыми дамами Вполне себе бизнес-леди Выясняли, чей крендель правильнее Напоминаю, крендель один рецепт, один Семьи две Сто лет они выясняли, чей правильнее Когда Петр Первый захватил выбор Попробовав выборский крендель Он ему настолько понравился Что крендель стал обязательным На питерских ассамблеях Крендель привозили отсюда В Санкт-Петербург У Александра Третьего на столе Крендель являлся ежедневным лакомством Свежий крендель Александру Третьему К столу привозили ежесуточник Вспомним, что это немножко не 21 век Ласточки по тем временам выходили Я еще не сочувствую тем, кто на перекладных Эти 150 километров отсюда до туда Радост навез к императорскому столу Свеженький кренделечек На данный конкретный момент Мы считаем, что у нас в городе Не крендельная война, у нас крендельная дружба К сожалению, стопроцентный оригинальный Рецепт кренделя История до нас не донесла С другой стороны, даже если бы она донесла Я думаю, что крендель, который считался лакомством В 15-16 веке, мы бы сейчас не поняли Совсем разные вкусы То есть те, кто из моих знакомых Пробовал когда-нибудь По средневековым рецептам Восстановленную кухню Говорят, что есть это невозможно На данный момент все чаще выбор делается в пользу песочного теста Потому что оно дольше хранится Оно легче транспортируется Потому что гостей много с разных городов, чтобы все могли довезти В нашем конкретном случае Для нас его выпекает Наша выпускает пекарная мяки Крендельочки у нас в трех видах Есть с шестью пряностями Там в тесто добавлены кардамон, мускатный орех, шафран, мята, гвоздика и корица Мы считаем, что этот крендель волшебный Эти крендельочки сладкие Есть только с корицей То есть корица добавлена в тесто Корица присыпана сверху Эти крендельочки тоже сладкие Мы говорим, что они романтические Нас их очень любят дамы, очень любят дети И тот крендель, который мы считаем, что он мужской Это соленый крендель с хмином Соленый крендель с хмином Чуть сладковатое тесто Присыпана крупной солью и тмином Очень часто гости говорят, что это универсальный крендель Хорошо с копеечком Крендельочка у нас по 100 рублей Чай 35, заварной черный кофе 40 Если кому-то что-то хочется, подходите ко мне У меня оформляется заказ, у меня оплачивается Копеечек и чай, наливаясь молодой человек Кофе черный заварной шведский стоит 40 рублей Молока нет, к сожалению Черный или зеленый шведский стоит 30 рублей Представляешь, что это иди просто Я думаю, мы отдельно сюда приедем Я пушку не хочу Я пушки хочу Так у нас здесь пауза сейчас? Нет, Натальчик, поведен Люди сейчас будут пить, значит время какое-то Я пушку не хочу Я выбрал